Итак, мы продолжаем читать и учить эту книгу. Книга, которая вышла еще при жизни Равицкака, и это был большой праздник, чтобы ты остался евреем. Когда Равицкак в 1972 году приехал в Израиль, он говорил, не было ни одного бальчува из России. Не было того, кто бы соблюдал Тору, из тех, кто приехал из этой страны, победившего атеизм. А когда за год до того, как от нас забрали Равицкака, вышла эта книга, и была презентация в Байтвагане, в большом зале, было около тысячи семей Баличува. Это то, что он сделал, когда он приехал в 1972 году. Ему было уже за 50. Казалось бы, ученый, который великие открытия сделал в математике. Он мог бы найти тихое место в университете, написать докторат, стать известным во всем мире ученым. А он выбрал другое. Он выбрал возвращать к отцу, который на небесах, таких плененых детей, как я. Я хочу вам сказать, в этом году у меня уже 39 лет, как я приехал в Израиль. В Талмуде написано, что через 40 лет человек понимает, начинает понимать своего учителя. Я всего был в Израиле два месяца, как Творец послал ко мне двух ангелов. Они, потом стали моими друзьями на всю жизнь, они основали Ишиву в Москве, которую все сейчас знают, Торат Хаим. И я с ними 15 лет преподавал в этой Ишиве. Но тогда они мне показались очень страшными. Они были в шляпах, в пиджаках, с такими ниточками, которые торчали из их пиджаков. Я в Москве уже начал что-то соблюдать. Я уже даже молился в Йом-Кипур, в московской синагоге на Архипово, и постился целый день. Но вот эти черные шляпы, они постучали ко мне в центр абсорбции в ГИЛО, в Иерусалиме, и сказали, ты хочешь с нами пойти в Ишиву? Видно, кто-то им рассказал, что у меня на голове уже была джинсовая кипа, которую мне на день рождения подарила жена в Москве. Я сказал, нет, конечно, у меня хорошая профессия, я театральный режиссер, актер, мим. В Ишиве готовят на раввинов, мне не надо. И они ушли. Я хочу напомнить себе и вам их имена. Это Рав Александр Айзенштадт, которому в голову пришла эта сумасшедшая идея начать в 89-м году, открыть бейт-мидраж в Москве на квартире, еще советская власть и так далее. И эту идею он заразил Равицкака. Они вместе пришли к великому мудрецу, который жил в Цюрихе, внуку Равхаима Соловейчика, Равмойше Соловейчик, и поделились с ним этим открытием, и он сказал, узнайте, поезжайте в Москву, посмотрите, это возможно или нет. И когда они вернулись, Равицкак ему сказал, что да, это нужно делать, есть молодые евреи, которые интересуются еврейством. И он пошел к одному меценату и нашел у него пожертвование, чтобы открыть бейт-мидраж в Москве. И этот чек, которого хватило на целый год деятельности, вместе со своим другом Равдовидом Крюгером, они сняли квартиру, привезли книжки, и к ним начали приходить студенты. Так начался маленький ручеек того, что потом стало ешивой в Москве Турат Хаим, выпускники которой стали украшением израильских ешив. А вторым человеком был тот, кто стал первым рожь ешивы Турат Хаим. До этого был только бейт-мидраж. Приходили, забегали, учились. А когда студенты начали оставлять свои самые престижные институты, Мехмат, Фистех и так далее, и приходили на целый день учить Тору, именно Равшиман Познер, что память о праведнике была благословена, он устроил уроки, чтобы каждый был в своей группе, составил план занятий, сделал из бейт-мидража настоящую ешиву. Так вот, они вдвоем пришли ко мне. Наверное, это было незадолго до Хануки. И сказали, ну что, пойдем? А я сказал, ничего подобного. У меня хорошая профессия, мне не надо. Но буквально через 5-10 минут они опять постучали. И сказали, ну ты подумал? Я хотел уже сказать им все то, что я про них думаю. Но тот, кто находит мудрую жену, говорит, самый мудрый человек в мире, Шлома Омелях, цена ее выше жемчуга. Моя мудрая жена сказала, неудобно. Люди пришли, ну пойди с ними. И они привели меня в арабскую деревню, Бет-Цафафа, там, где была ешива Итри, там, где Равшимон Грилюс и тот же Александр и Шимон. Они создали первую группу русскоязычных учеников. И это было уже где-то, может быть, за полчаса до захода солнца. Я увидел пожилого еврея в синтетической шляпе, знаете, такие, не настоящая черная, как у них двоих, а такая. И он сказал, Патлас, откуда ты? А, из Москвы? А, хорошо. И ты уже что-то знаешь про еврейство? Да, конечно. А у тебя были тфилин в Москве? Да, были. И что ты с ними делал? Я был актером. Мы с еврейским театром ездили на гастроли по всему Советскому Союзу. Я получил эти тфилин у Нархипова на горке возле синагоги. Там собирались отказники, там было интересно. И один из туристов передал мне эти тфилин. И Равыцкак меня спросил, и что ты с ними делал? Я сказал правду. Они лежали у меня на полке. Вот эти какие-то твёрдые квадратики, которые в бархатном мешочке. Он не спросил меня, расстегнул ли я змейку. Нет. Я держал их на полке. Потому что мне никто не объяснил, что с этим делается. Это какая-то святая вещь евреев. А что с этим делают, я не знал. Перед отъездом я передал их также другому еврею у синагоги. Я не брал их в Израиль. И вот Равыцкак меня спрашивает, скажи, а ты хочешь исполнить эту заповедь на диване тфилин? Я говорю, да. До захода солнца есть ещё время. Давай. Вот эту коробочку мы надеваем на голову, здесь, там, где кончаются волосы, чтобы очистить мысли, которые в голове. Здесь мы надеваем на слабую руку. Ты правша? Да. Значит, на левую. И тогда это близко к сердцу, чтобы исправить устремление сердца. Ты знаешь, какие слова говорят? Я говорю, нет. А ты слышал про Шма-Исраэль, эту молитву? Да, я знаю. Повторяй. Шма-Исраэль. Ашем-элукейну. Ашем-эхад. И я произнёс эти слова. И Равыцкак снял мне тфилин. Так в 29 лет у меня была моя бармитства. В первый раз в жизни мне надели тфилин. А теперь, сказал Равыцкак, ты обещаешь мне каждый день их надевать? Обещаю. Но где их достать? И тогда в центре абсорбции я пошёл искать, где найти тфилин. Я спрашивал, где синагога? А мне говорят, иди, иди, иди. И я вдруг подхожу. И написано Миклат. Миклат – это кладовая, бомбоубежище. Мне говорят, спускайся. И там в Миклате была синагога. И мне там дали тфилин. Я обещал, я должен исполнить. Так в первый раз я встретил своего учителя. И теперь у меня была уже совсем другая жизнь. Если у меня был какой-то вопрос, я приходил к своему учителю и спрашивал. Но я хочу открыть вам секрет. Тогда, 39 лет тому назад, когда мы 14 октября 1979 года вошли в самолёт, который из Москвы летел в Вену. Мы оставили за собой своих родных. Они плакали, и мы плакали. Я нёс старшую дочку, которой было 3 года. А моя жена несла дочку, которой было полтора года. И плакали, плакали. Потому что мы знали, что мы расстаёмся с своими родителями. 79-й год. Навсегда. И когда мы приехали в Вену, и нас отвезли в замок Шенау, и там консул дал мне пачку сигарет из Израиля. Сейчас я знаю, это самый дешёвый сигарет, дубик. И когда я выкурил первую сигарету из Израиля. Мы там были три дня, и я в библиотеке искал все брошюры, которые на русском языке говорили о еврейских праздниках и так далее. Я был в джинсовой кипе, я уже много знал. Но почему-то я не знал, почему все сидят не в помещении обедают, а в помещении, у которого сверху была крыша из листьев, из веток. И я слышал, что есть праздник Суккот, но что нужно сидеть так, я не знал. Итак, это была первая встреча с моим учителем, которая изменила всю мою жизнь. Но когда я летел в Израиль, через три дня мы сели в самолёт и полетели, я просил у Творца, чтобы мне дали встретить учителя. Там, в Вене, в замке Шинау, раввин, представитель Сахнута, он мне дал бумажку, на которой был написан телефон и фамилия русскоязычного раввина, который живёт в Иерусалиме. Я ему сказал, что мы едем в Иерусалим. И, конечно, я её потерял. И вот эти два ангела, ангел Александр и ангел Шимон, они привели меня к Коровыцкаку. И он стал моим учителем на 25 лет. Сейчас, скоро у меня наступит 40-й год. И, может быть, я смогу больше понять то, что при жизни, то, чему учил меня мой учитель Равыцкак Зильвер. Итак, начнём читать его книгу «Чтобы ты остался евреем». Задаёт вопрос Равыцкак, что остаётся в нашей памяти? Какие вещи всплывают, когда мы начинаем что-то вспоминать? Я не знаю. Я человек уже не молодой. Я родился в 1917 году. Вы знаете, за несколько месяцев, 3-го ава 1917 года, родился Равыцкак Зильвер. А революция произошла через несколько месяцев. Все вы знаете. Октябрьские праздники, 7-8 ноября. Написано так в трактате Мигела Вавилонского Талмуда. Как Творец ведёт себя с еврейским народом? Он сначала посылает лекарства, а потом посылает удар. Сначала была взята Эстер во дворец Акашвероша, а потом возвеличили Аман. И это то, что благодаря Эстер и Мордыхаю тот, кто замыслил против нас в самый первый раз окончательное уничтожение, он был сам уничтожен. И все его сыновья, и все, конечно, из потомков Амалека. Амалек – всё его главное желание только уничтожить евреев. Так вот, эта Октябрьская революция, за несколько месяцев до неё рождается тот, кто вынесет приговор главному палачу 20 века. Равицкак сидит в уголовном лагере. Четвёртая трудовая исправительная колония Казахстана – Пурим. И вот разговоры заходят про Сталина, и говорят, что Сталин замыслил убить всех евреев России. А Равицкак говорит, он ведь только плоть и кровь. Пока кровь течёт, человек жив. А если что-то там не так, кто сказал, кто знает, что с каждым из нас будет через полчаса? Через 32 минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он несколько дней пролежал в своём кабинете на подмосковной даче, в своей собственной моче. И вообще этот главный палач, который занёс руку над еврейским народом. Три миллиона евреев в России уже были обречены. Но Творец слышит то, что говорит праведник. Цадик го зер, кадош бару хум и каем. Праведник постановляет, а Творец исполняет. Тогда же Равицкак сказал евреям, которые собрались у него в лагере, и которым он рассказывал про Пурим, что Аман тоже задумал уничтожить всех евреев. А что произошло, мы знаем. У нас появился новый праздник, праздник Пурим. Так вот, Равицкак говорит. Первое, что мне вспоминается из детства, это мой поступок, который мог привести к настоящей беде. То есть, к счастью, он не имел последствий. Мой отец учил меня всему. Он сначала учил его еврейскому алфавиту, учил торе, учил пророкам, учил даже русскому языку и математике, чтобы во дворе дети не догадывались, что ни одного дня Равицкак не учился в советской школе. А после того, как он с 14 лет начал работать и работал на всех работах, только чтобы соблюдать субботу, и это было непросто, и его увольняли с одной работы, он устраивался на другую. Но давайте раньше посмотрим то, что описывает Равицкак, что его родители были моими первыми и единственными учителями. Его отец учил со мной Тору. И вот как-то я прочел в Торе, что между еврейским народом и Творцом мира существует брит, союз. Это то место Торы, где открывается Творец Аврааму и говорит, «Я установлю мой союз между мною и тобою и между твоим потомством после тебя, союзом вечным. И дам я тебе и твоему потомству после тебя землю проживания твоего, всю землю к нам во владение вечным». Когда я прочел эти слова, я спросил у моего отца, что это имеет отношение к нам. Да, единственный народ, который не оставит веру в единого Бога, это евреи. А то, что сказано, что нам Творец обещает всю землю Кнанскую, «Значит ли это?» спрашивает Ицкак, восьмилетний мальчик своего отца Гаона, раб Бен Циона. «Значит ли это, что когда-нибудь и я буду жить в Эрец Исраэль, в земле Израиля?» Я хочу вам напомнить, Равицкаку в этот момент восемь лет. Это двадцать пятый год. Тогда, пишет дальше Равицкак, в двадцатые годы это казалось немыслимым. Но отец ответил мне, будешь жить в земле Израиля. И тогда я решил действовать. Если у папы и мамы есть какие-то причины, по которым они медлят и не хотят сейчас же переезжать в землю Израиля, у меня таких причин нет. Так как Творец пообещал и мне тоже, что я буду жить в земле Израиля, я должен действовать, я вышел на улицу и начал спрашивать у прохожих, где находится комиссариат иностранных дел. И я отправился туда. Когда я вошел, я спросил, где сидит главный начальник. Меня впустили к нему в кабинет. Он спросил, мальчик, что ты хочешь? И я ему сказал, разрешите мне выехать к моему дедушке в Литву. Тогда Литва не входила в состав Советского Союза. В город Рагува по Невежской области, а фамилия моего дедушки Шапира. Рабмойша Мишел Шмуэль Шапира был великим мудрецом и составил несколько книг. Его имя известно было всем мудрецам Литвы. И вот начальник спрашивает, а зачем тебе, мальчик, ехать в Литву к твоему дедушке? Мама и папа тебя не устраивают? А я простодушно ему ответил, понимаете, мне нужно попасть в Палестину, а из Советского Союза, из России, туда не выпускают. Поэтому я хочу сначала поехать в Литву, а уже оттуда в Палестину. Тут этот начальник подзывает меня, говорит, а ну-ка, мальчик, скажи, как твоя фамилия, где ты живешь, кто твои папа и мама? За такое воспитание сажать надо. Равницкак пишет в своей книге, я не помню, как я оттуда вырвался, убежал, бежал несколько улиц, и увидел, что за мной нет погони. Только через несколько лет я понял, какой опасности я подверг моего отца и мать. Это было чудо, что их не арестовали. И здесь Равницкак говорит, я хочу здесь признать свою вину. Я поступил неправильно. Но я был маленький и был наивным. Мне было восемь лет, но моим родителям, благословя на их память, я так никогда об этом случае и не рассказал. мы заслужили, что мечта Равницкака осуществилась. И он приехал в землю Израиля. Вы знаете, когда в 90-е годы такой поток Алимов прибыл из России, уже было несколько ишив для русскоговорящих евреев. Швутами, Орсамея, Шавейгола. И Равницкак перебегал из одной ишивы в другую и давал уроки. Когда его просили ученики, чтобы он открыл ишиву, Раббанит Гитл сказала, нет, я тебя запрещаю. Почему? Потому что они будут голодать. Ты же не сможешь найти для них денег. Это я не согласен. Раббанит Гитл она Равницкака как-то я записал на радио, когда он объясняет то, что отрывок из Мишли, то, что мы поем Эшет Хайль Мимца. Доблестную жену кто ее найдет? Цена ее выше жемчуг. Благодаря Раббанит Гитл и Гитл Шапир Гитл Зильбер которая работала в семинаре для девушек заведовала химической лабораторией а на самом деле было центром туда приходили девочки чтобы посоветоваться с ней там у нее были лекарства там у нее была иголка и нитка если что-то надо было срочно зашить но она была когда я давал урок про Хайей Сара я вспоминал про Раббанит Гитл она рассказывала что когда Мордкой Дубин предложил этот шедух Равыцкак был соблюдающий евреи в Казани они жили в Куйбышеве и приехал Равыцкак тогда Ицкак Зильберг и когда она его увидела она сказала папе я не согласна он же праведник какая меня ждет жизнь и она стала как она говорила все болеть чува из России они у него на голове и у меня на шее раздался звонок в два часа ночи можно Равыцкака Раббанит подняла трубку и сказала скажите а вы думаете он не человек и повесила трубку Равыцкак перезванивала этому Бальчува который обычно звонил ему и задавал вопросы у него был пардес какие-то законы конечно Равыцкак не человек он ангел так вот нашему поколению те кто приехали в 70-е 80-е даже в 90-е годы выпало такое счастье встретить учителя учителя жизни проводника который взяв нас за руки учил делать первый шаг второй шаг а потом как он радовался нашим успехам я пришел к нему советоваться что мне делать я учился уже в Ешиве Орсамех и попал на урок крош Ешиве и вдруг мне предлагают делать какие-то передачи на радио для Советского Союза которые бы раскрывали какие-то знания о Торе о Танахе и Равицкак сказал ты неправильно делаешь счет твоей учебе это не помешает но если 10-20 евреев в Советском Союзе узнают что-то про Тору приблизиться к Творцу какой нахот руах как это будет приятно Творцу мира я сказал Равицкак что такое нахот руах я не знаю но если вы говорите я это буду делать я не хотел оставлять урок рошей Шивы и так далее и как получилось именно в перерыве когда я уже учился в Колеле у Гаона Рамойша Шапира первый седр с 9 до часу а второй с 3 до 7 а в перерыве именно я приезжал на радиостанцию армии Израиля Галей Цааль и под руководством Юли Севела и с еще одним диктором Мариком Зайчиком мы записывали эти передачи готовил их Ицкак Гольденберг учитель который встретил Равискака и стал соблюдающим евреем и эти передачи слушали по всему Советскому Союзу и потом выпустили кассеты он получал письма даже из Биробиджана как эти уроки помогли приблизиться к Торе другим евреям это жизнь учителя отчего будет более приятно Творцу нахат руах только потом в последних главах Меселат и Шарим я открыл это уровень на котором живут те которые называются души кадош но это уже тема для другого урока 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 Продолжение следует...